Краматорский дворец культуры строителей закрыли на ремонт. Здание не обновлялось больше полувека. На его реконструкцию планируют потратить 36 миллионов гривен. Как идут строительные работы, что изменится после масштабного ремонта и где сейчас будут работать творческие коллективы дворца, выясняла Мария Сергеева. Крушат, пилят, выносят мебель. Во дворце культуры строителей начался капитальный ремонт. Сейчас здесь проводят демонтажные работы. Их выполняет местный подрядчик. На поиск строительной кампании и согласование документации ушло больше года. Пока на объекте работает 10 человек. Работы будет много. Будет делаться фасад, кровля, внутренние работы, благоустройство прилегающей территории. Капитального ремонта в ДК строителей не было с момента его открытия 1962 года. За это время здание обветшало как снаружи, так и внутри. В зрительном зале начали разрушаться стены. Теперь их отреставрируют. Во дворце полностью заменят окна, отопление, электропроводку и сантехнику. Установят пожарную сигнализацию и капитально отремонтируют все помещения. ДК станет доступным для людей с инвалидностью. Будет у нас своя студия звукозаписи. Будет у нас достроен еще один хореографический зал. Естественно, полная реконструкция зрительного зала. Туалеты будут сделаны для людей с инвалидностью. И вход в зал, и на сцену, и вообще во дворец. Ремонт здания не отразится на работе 14 творческих коллективов, обещает дирекция дворца. Сейчас их временно расселяют в ближайшие школы и училища. Администрация находится в школе 15-й. Откликнулись директор 12-й школы, предоставили нашим детям спортивные залы для занятий. Дальше откликнулось промоторское профессиональное училище, центр образования номер 47. Реконструкция дворца культуры строителей продлится больше года. На ремонт планируют потратить 36 миллионов гривен. Их выделят из областного бюджета. Мария Сергеева, Игорь Монстырев, телеканал Донбасс.